друзья всем привет сейчас короче пришел домой буду вот ужин и буду кушать пельмешки вот такие пельмешки без спешки красивые пельмени в общем если вы сейчас кушаете приятного вам аппетита давайте вместе покушаем пообщаемся она постарела ну и лучше было когда зеленые волосами мы как-то более женщины был бы хотя бы этот наш уксус с водой разбавить и макать классами а если это может а как там я не знаю процентное соотношение 1 ложку уксуса и петлю же клади нравится Попробую, мне нравится. Тебе нравится? Поешь же соевый соус, да? А, это уксус. Это уксус. Коломо уже? Да. Надо еще перца добавить. Пьется? Да, колька, перец, ешь? Ну, это добавлено. Друзья, короче, ем пельмешки с уксусом. Ну, разводишь уксус с водой, макаешь туда пельмени и кушаешь. Очень вкусно. Перца добавить? Да, да. Да, может, ну, может, отчего нормально. Еще, короче, в эту воду с уксусом добавили перчик. Так. Не мало? Не, нет. Вот мы две ложки сделали на 10 воды. С перцем вкусно. Тебе мало, Женя. Иди от нас тут лень. Возьми на 0.15 started. Не надо. Возьми на 0.15 있고, например, кокация. А вот the mouth with a little. Это не плохая. Возьми на 2 movies. Возьми на 0.15. Кокация с Волочью. Уважающая пельмени и кокация,, по-другому, 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 какими-то, металл, социальности и напряжения. Артро 120 цены, 499 рублей. Экономки на АСМО.ру Ты ниже. Я знаю. Вы на сайте АСМО. В спальне счастливая семья всегда готова к периметрам. Месяц спаленку. Шкаф-кубей с зеркалом всего за 6 990 рублей. О, все для счастья. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Ты кто за шкаф? Так вкуснее, да? Ощущение, что у вас нет. Такие вот пельмешки. Это программа на самом деле. История, в которой невозможно солгать. Для доктора лжи сегодня проходит Кирилл Геллеров. Он утверждает, что является внебрачным сыном знаменитого актера Василия Ливанова. Напротив него сидит бывшая невеста Василия Ливанова, Катерина. Не с первого раза, но она все-таки согласилась завести данную экспертизу. Результат, который мы узнаем сегодня в конце программы на самом деле. В год уже 36 лет Кирилл Геллеров пытается доказать, что он внебрачный сын знаменитого Шарлока Хольфовского, актера Василия Ливанова. Вы уверены в том, что Василий Ливанов, ваш отец? Знаешь, умер Алан Чумак сегодня? Алан Чумак. Помнишь, был такой экстра-стаймчик? Заряжаю воду, помнишь. 83 года, короче. Наша баба говорит, не заряжай воду, проливай дольше. А давнейшую дольше. А вот заряженный водой поменьше. Кирилл Геллеров согласилась провести Кирилл Геллеров. Домашно веришь вот в это вот. Не знаю даже, как подобрать слово фигню. Ну, с ним может есть какие-то такие люди, то их единицы. Нет, кажется, что он вряд ли. Действительно ли Кирилл Геллеров является внебрачным сыном знаменитого Шарлока Холмса? Уже скоро бывшая девушка Василия Ливанова вскроет конверт с результатом теста ДНК. Также сегодня мы проверим на детекторе лжи обвинения против самой Екатерины. Ведь именно ее звездная семья... Друзья, пельмешки вообще бесподобные. Вот так разводишь уксус с водичкой, туда перчик сыпешь черный молотый. И макаешь вот так пельмешки вообще. Просто офигенно. Я сейчас хочу попросить правдивого... Это Тилема, друзья. Начинались ваши отношения с Борисом, сыном Василием Ливановым. Мы познакомились с накануне новых вода. Он пришел... А, пришел в шумаками или вас? В шумаках. И приятное... Мы застали студентами... Как через телевизор можно залить воду миллионам людей? Это нужно присутствие там этого мазы. И то они одному человеку помогут, и они уже себя плохо чувствуют. А то миллионам. Да он же он лотан, да? Хотел понравиться, и он хотел понравиться. Да это невозможно вообще. И начал вне моей маме, моей дочке рассказывать, что у него есть сценарий, что он учился. Он пишет стихотворение, у него есть сказки. И начал нам все это рассказывать. А как состоялось ваше знакомство? С родителями, уже новогодние каникулы, и он говорит, слушай, вот надо сейчас все-таки так как-то заработать. И у меня есть, говорит, сказки, их надо перепечатать. А у меня к тому же большая скорость, я еще, я работала в школе. Он звонит маме и говорит, мы приедем, говорит, вот, с ночевкой. И пока взяли-то, мы будем, это, перепечатать, труппись для журнала, готовить. Пока время есть, новогодние каникулы. Вот, мы приехали, мама как-то, ну, довольно-таки любезная. А, ну, да, привет, привет, как сигареты, открыла дверь. А как вы познакомились с Василием Борисовичем? Вот, а Василий Борисович в это время присутствовал на кухне. Он разил к себе в кабинет, у него кабинет, и все, и он ушел. А мы прошли на кухню, мама шарлотку пюро сделала, шарлит, чай. С Василием Борисовичем состоялась или нет? Ну, все, он говорит, я говорю, здрасте, он говорит, привет, и ушел, все. У Бориса в тот момент были проблемы с алкоголем? Ну, он уже до этого два раза лечился. Отчего? Да, есть, ну, у него вышли, то есть, в театрической клинике имени Кольцева с Дианом Сохранимский алкоголизм. А у него же выбрали в своей мужья, в отце дочери его выбрали. Ну, он меня настолько боял, я думала, это так, но я его серьезно не относила. Серьезно к кожескому председуальному я не относила. А мы знаем, будет он, он творческий, все такие. Вы знаете, что у него хронически алкоголизм потворствовали в убивании? А ему не запретишь. Прошу по-другому. Думаю, знакомство с Борисом. А в виртуале? Как все нормальные люди. Прошу, пускай будет так. Вы выпивали, как все нормальные люди. Если не выпиваешь, то он считает, что ненормальный. Расскажите, пожалуйста, про обстоятельства того вечера, которые навсегда изменили отношения семьи Ливановых к вам и обстоятельства того вечера, который навсегда изменил его собственную судьбу. Вечер, когда произошло убийство. Самое интересное, что кто-нибудь вы не помнит, потому что сильно пьяные были. Так что, рассказываешь, что произошло, практически невозможно. Ну, по крайней мере, по рассказам, что происходило во время следствия, это не выпивало в фото, что это не interpretation маленьких.